Сегодня утро. 31 июля. Что ты делаешь? Сейчас смешаю тесто, чтобы не оседало. Для блинов. А что ты без головного убора на кухне? Надо колпачок надеть. Ну-ка надень. Когда здесь тряпаете что-то, чтобы обязательно были в колпачке. Так-то ты одет нормально. Гляжу, у тебя ремень болтается. Пришлось тебе его заткнуть, двое перегнуть бляшку. Володя то чистит картошку. Я попросился, у него не дает. Я каждый раз спрашиваю, а Виталий где? Да где-то здесь. То есть ты ими не нуждаешься, Виталий, и тобой они не нуждаются. Я пошел, келья закрыта изнутри. Явно дело, что ты там не молишься в это время. Спать плоти свои позволить. Так? Дремать. Ты говоришь, дремать. Стучу раз, второй, третий. Ответа нет. Это он так, в легком, тонком, сне монашеском. Смешно? А это не смешно, Виталий. Вот с утра я начинаю уже тебя искать сегодня. Сейчас сколько время? Глянь время, сколько? Почему-то телефон у меня не работает. У тебя, ты тоже не работаешь? А до утром не дозвонился к вам я. Вот, видишь, не дозвонился. Я хотел позвонить. Надо Виктору Андреевичу сказать там, чтобы они узнали каким-то образом, когда приезжает владыка Иларион, наш митрополит. Пол-седьмого. А? Пол-седьмого время. Пол-седьмого. Пол-седьмого уже, вот видишь. А я встал так бы примерно сегодня без двадцати три. Всё. И на этом конец. Да что спрашивать? Мой мотор и твой. Представь, трёх нету? Трёх. Без двадцати три. Три. Всё. А что? Надо помнить то, что сегодня уехали уральские. Помочь молитвой, чтобы... У тебя никакой заботы нет. А почему? А я не хозяин. То есть хозяин ты над чем? Над чревом не хозяин, над спаньём не хозяин, над работой не хозяин, над поведением не хозяин. То есть ты никакой выброшен на помойке валяешься. На помойке общественности. Такие, главное, вопросы решают и в государстве, и везде. Как Владимир Владимирович Путин говорит, я эти годы был как раб на галерах. Над ним смеются. А смеяться не надо. У него есть качество какое-то, которого не у каждого найдёшь. Время покажет. У правителя что? Хитрость или мудрость. Вот у него что-то из этого должно быть. А так ему не устоять. Должна быть очень честность или наглость. Вот решай, чего у него там больше. Время рассудит. Я утром-то ещё к вам приехал. В первую очередь дозвониться надо, чтобы узнали, когда митрополит Иларион Капрал возвращается с Горного Алтая, чтобы наша группа людей встретились с ним. Подарили книги. Трёхтомник. К истинному православию. Это у него все книги вышли вторым изданием. Вторым. Они были в мягком переплёте, теперь в твёрдом. Там было мало фотографий, а сейчас чёрно-белых, сейчас цветные. Нет, это всё удорожение. Тем более ламинированные корочки. Это очень намного дороже. Все говорят, где можно брать такие деньги. Одну книгу невозможно издать. Я сейчас сунулся издавать стихи. У меня стихи полностью сверстал. Всё. Четыре тома по 800 страниц. 3467 стихотворений. Ну, там поменьше, 3000 с чем-то. Ну, сунулся там, где издавал всегда. Если так по-хорошему всё сделать, в каждом томе, я думал, 160 страниц – полный лист цветных фотографий наших миссионерских поездок. Это подкатывает 2 миллионам за тысячу экземпляров. Я сразу попятился. При моей пенсии 6523 рубля. Ясное дело, что ничего тут не сделать. А ты… Давай, Виталий, договоримся. Утром, если тебе надо дремать, дреми здесь. Вышел, обратно уже в келью не заходишь. Ты уже за себя нашёл берлогу, как свинья называется, где лежит, гайно. Она, правда, там не оправляется. Остальное время лежит, хрюкает. Ты очень похож на неё. Ты слышал меня, что я сказал? Да. Так, щёткой эта зараза грязная… Где? Там. Уже сгорела. Сгорела. Всё, договорились. Не вздумай обманывать. Я тебе для пользы это делаю. Значит, как утром встал вместе со всеми, в 4.40, вместе молишься, а потом слушаешь, что тут ребята смотрят, они считают, беседуют. Ты себя ограничил. Сколько нынче фильмов смотрели ребята, иногда по два, по несколько, у тебя никогда нету. Представь себе, такие интересные, богатые фильмы, талантливо снятые. Фильмы смотреть, и тебя это даже не интересует. Бурдюк. Нажил жиру и уходишь. И ты просто заблокировал себя. У тебя голова не пропускает ни одной живой мысли. Ещё ко крещению начал собирать кого-то глупости. Какое тебе крещение? Ты уверуй сначала. Верующий не может быть таким дундуком. Ты один раз услышал, застегнулся навсегда и больше никогда не расстёгивайся. Нигде не подходя. Один раз я обратился 27 сентября 1962 года. Это в 17 часов было по-тогдашнему. Латвийский СССР, город Венспу, спортовый город. Карла Розенберга, 18-4. Я могу показать минуту, когда Господь коснулся меня. Я искал его. Мне никто ничего не говорил. Просто дали книгу Новый Завет. А сами обедать в другой комнате, там на кухне. Когда зашли, уже всё было готово. Встать на молитву. И я встал другой. Ты не пережил этого. У тебя не было. Во мне вспыхнул какой-то огромный факел огня. И он не погас по сегодняшний день. Только разгорается шире и шире. Ну, представь себе, встречаются два митрополита. Один в Барнауле, МП, Московской Патриархии. А другой из Нью-Йорка. И оба передают привет. Батюшка, отец Аким, встретился вчера с ними. И спрашивает, а как там, Игнатий Тиханович? Правда, и находятся здесь. Сам говорит, а у нас такие хорошие отношения. Митрополит местный, Московской Патриархии, Владыка Сергий, говорит тому, у нас хорошее отношение с отцом Акимом. А сам улыбку не может, говорится, погасить. Цветёт весь. А то, да у нас тоже хорошее. То есть они не то, что там нас презирают, а радуются. Радуются, что у нас хорошее отношение. И оба спрашивают про меня. А я никто, козявка, мошка, бложка. Ни званий, ни образования, ничего нет. У меня есть любовь к Богу. Любовь к Слову Божию. И любовь к ним. И они это понимают. И Владыка Сергий говорит. Да, есть люди, которые, вот видите, нападают на Игнатия Тихановича, называют там сектантом, еретиком. Это всё от зависти. Что сами они ничего этого сделать не могут. Вот причина. Абсолютно точно. Это Григорий Низкий говорит. Люди верят только в то, многие, что сами могут сотворить. Вот сейчас уезжает, уехала группа, они в пути. Через сутки будут дома. Остался один Егор. Надо ли его отцу Константину Королёву приезжать из Барнаула? Не решили. Дорога плохая. Во вторник едут. Во вторник как раз будет. Улетает он в среду. Сегодня 31-е. А улетает он 3-го 7 утра. Вот надо теперь дозвониться, если работает, чтобы он сюда не приезжал. Работы у нас тут никакой нет. Дождь идёт. А зачем ему в дождь сидеть? Пусть сидит в Барнауле, там походит в достопримечательности города. Посмотрит, какие заводы там, магазины, храмы. Ну, Сергей повозит его. Надо срочно дать сигнал, чтобы сюда его не возили. Незачем. А Егора мы пошлём сына его. А ты лежишь, ни о чём не думаешь. А надо помолиться. А Иларионе поехал в нехорошее место, Горный Алтай. Чтобы ничего с ним не было плохого. Вот видишь, это хек, наверное. Что за рыба-то? А! Ментай. 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 Сухая рыба, ни вкуса, ничего нет. Гальян намного лучше. Это Володя тут что-то чебарничает. Вот чебарничает. Я не знаю, есть или нет, в словаре дали. Это гремит посудой. На кухне работает. Что-то делает. Вот из этого всего, что есть, с яичками, с пеки на сковородке. Это там все любят. А у меня закончились яйца. Ну, закончились, значит, закончились. Тогда просто на воде с мукой. Муки сделай туда, броси. Это хорошее. Значит, Виталий, ты меня слышишь? Да. Больше никогда, когда встали, нигде не прячься. Ты скажешь, а я не высыпаюсь, ложись раньше. Вставать вовремя и никуда не прячься. Ты все за куток. Представь себе, ты в семье такой был, и жена это видела. Вот я прожил уже полвека с женой, она меня лежащим не видела. Она не видела меня лежащим, потому что я не ложится. Никогда. Ты уважай женщину, чтобы она в тебе видела защиту, стена, крепость, железо. Дайте, железная справка была, говорит. Такая, чтобы ни один швондер там не пришел. А чего она в тебе будет уважать? Да таких, как ты, на каждом шагу десятки и лучше. Поэтому она за тебя не держится. Я читал, об этом пишет Исидор Пелосиот. Чем строже мужчина обращается с женщиной, тем более она к нему привязана. Она понимает, что он желает, чтобы она была лучше, выше. А муж поднимает только голову, у нее уже все на столе стоит. Теперь вместе на молитву. А не так. Только встала и к батарее прижалась. А что, яичницу разогревать будет она опять позавчерашнюю. У нее больше ничего нету. А почему? Мать ее не поднимала, не учила. Еще, доченька, спи, замуж выйдешь. Еще придется вставать рано. А замуж выйдет, она ничего нового не принесет, кроме того, что у матери имела. Вот так. Хочешь жениться на ком? Сначала с матерью познакомься. Ты познакомился с матерью? Нет. Ты вообще пентих. Животное. Дикое. Смердящее. Мерзкое животное пало, как небо сказал о юляне отступники. А я первым делом поехал знакомиться с тещей. И не где-то, а в Туву, в Кузыл, по горам. Я там никогда не был. С тещей познакомился. И я увидел, теща у меня чудо. Если жена что-то от нее имеет, то это благо. Не всегда это так бывает. Ну, в общем, в большинстве случаев. Если за парня выходишь, познакомься с отцом. Конечно, если верующий, Евангелие человек знает, а родители не знали, то разница будет громадная. А так, в общем-то, там ужин улучшается. Вот Володя напек хлебушек. Все у нас здесь как по всей форме. И сколько ж ты блинов напек? Не знаю. Не считал. Стол стоит. И перед нами, прям как заходишь, два окна. А налево на кухне одно окно. Туда в огород идёт. Дома стоял, как наш Павлов стоит. Так вот. Заходишь ты как бы поперёк дома. И я сразу этот стол из правого угла подтаскиваю напротив русской печи, только чтобы меня мама ухватом не задела. И она из печи мечет блины. Я сажусь за стол, и она на двух сковородах печёт. А сверху, снизу, блины. Там разве такие блины? Нельзя сказать, что за вкус. А значит, это то ли в муке было другое. Другой вкус. Даже печенье, я очень помню вкус его. Сегодня не такое. То ли рецепт потеряли, то ли что. А в детстве просто другие впечатления? В детстве другие впечатления? У кого-то осталось, я помню всё. А это нет. Нет, другой вкус. У меня это не впечатление. Я, как ощущаю, я где-то чуть-чуть, кромочкой где-то заденет, я сразу вспоминаю. Тогда было, только было больше. Это нет. У меня уже впечатление от картошки не изменилось. От хлеба не изменилось. Нет. Другой вкус. Другая среда, в которой это, может, подготавливали. Тогда печенье готовили просто в печах. А сейчас электричество там, то другое. Ты же помнишь, я, Давид, как вышел тот и говорит, у меня всё чисто, всё. И не берут хлеб, а у этого, говорит, дровами топят и берут. То-то и оно, что дровами топят, берут, там другое. Там всё это отражается на хлебе. Я вот говорю про утро, как утром встал. Меня тоже потянуло сегодня дремать. Я рядом сажусь, около выхода, где фляга. Кладу телефон, глаза зажмурил. Нет, перед глазами плывут кадры. Что я видел, какие нападения были во сне. Я всю ночь сегодня боролся. Чужие люди сумели пробраться в дом. Я схватил мёртвую охватку одного. Пережал, он ещё не может делать. Милицию не могу нигде позвонить. Во сне милиции. Не могу нигде телефоны. И как брать, когда мобильного нету. Как наяву. Вот наяву всё. И утром встал думать, а почему я сон-то такой у меня. Стал всё это перебирать. Как я ложился спать. У меня размышления всё время. Я ложился спать вчера. И да воскреснет Бог не прочитал. И сатана начал мучить. Да воскреснет Бог. Ты знаешь молитву о том? Ну, читай. Да воскреснет Бог и расточаться враги Его. И добежат от лица Его все ненавидящие Его. Як исчезает дым, да исчезнет, як оттает воск от лица огня. Так когда погибнут бесы от лица, любящих Бога, и знамящихся, крестнут знаменем. И веселье глаголящих радуйся, пречестный и животворящий крести Господень. Прогоняй бесы силами Тебя пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего. И поправшего силу дьяволю, даравши нам Тебя крест во честный. На прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай нам со святой госпожей и девой Богородицей, со всеми святыми вовеки. Аминь. Маленько укороченное. Ну, в общем-то так. И когда ты ее считаешь? Ложась, спать считал вчера? Нет. Сегодня считал? Нет. А позавчера? Ну, понимаешь как? Ты даже молитву знаешь, она мертвым грузом у тебя лежит. А ты ее считай неоднократно. Вот у нас было, мы в дороге ехали, эту обязанность возложили на Игоря Третьякова. Второй раз, когда ехали, там, Витя должен обойти, где мы ночуем, всю эту территорию. И собаку захватить, собака, как правило, рядом где-то, привязана так, чтобы она не запуталась, высоко за сущек, чтобы цепки ей не попадало. И вот ночью однажды я где был, а там комарья. Я что-то шторку-то приоткрыл, а я в машине, всегда в машине спал. А Игорь лег уже спать и вспомнил, что не считал, а уже в одних трусах. И вот он согнулся, и вокруг, понимаешь, комары отхлопываются, а сам считает, да воскреснет Бог. Даже в такой обстановке, даже где-то в Австрии, в Германии, а ты дома лежишь и не просчитал, лень. Утроба! Ты, говоришь, хозяин. Не хозяин ты. Ты не хозяин с моего, с череву, глазам. И Анна Касьяна там и рассказывает, или кто там был еще, спрашивает. Ты епископом-то избирает. А я говорю, давно уже епископ. Он говорит, как епископ? Над черевом своим. Я, говорит, занимаюсь на кухне. Епископ, я приказываю, не ешь. И я не ем. Под старость все дрябнет. И ты, когда лишнее у тебя вот это брюхо, у тебя висеть будет. Есть такое слово полифакт. Не знаешь его? Обжора. Поли это означает много. Политехникум. Политех. Полигамин. Вот. И он говорит, мог зараз съесть быка. Съедал зараз, говорит, сорок куриц. Да когда в свободном состоянии живот, вот который обвиснет, он мог, говорит, свободно, вот так вот, вокруг себя. Это каринфские ночи все описывает. Вокруг себя мог вот так обмотнуть этой кожей. И когда есть нечего было, никак. Он пробирался, говорит, в мертвецкую и пожирал, которые были выкишки, дети, все пожирал. Магнезию. Вот какие бывают. А начиналось это с малого. Когда считаешь, в ужас приходишь. Ну неужели это, ну это факты называют, где, когда было. Я видел, как в интернете показано, фотографируют. У него там сколько-то, 570 килограмм, кажется. Как его вытаскивают. 480. 480. 480, а там чемпион. Вот, кажется, женщин я смотрел больше. Это ужас один. Представь себе. Вообразить даже нельзя. И как заваливают, и как целая группа тянет людей. Там один цыган такой, он у них считался как, как у них называется, барон или кто. Так вроде, который командует всем. И в конце концов, вот что, сколько червям будет удовольствия. Ты с этой стороны зайди. У нас рядом Кочкины жили. Сережа и Федя. Сережа так нормально. А Федя, у него рот, у человека, который лишний вес, у него рот не так движется, а вот так вот движется. В таком направлении. Потому что развивать-то некуда все. И вот так вот рот движется. Федя. И Федя, он слюнявый. И мы так боялись, и отец таким, боялись быть похожим на Федю. Он нас удерживал. И вот уже прошло после, как расстались с Федей 60 лет, я все еще боюсь. Я каждый день себя ощупываю. Вот в баню пойду, на тело свое посмотрю, если голову отрубить, тело бросить без головы, никто не догадается, что это 77 лет. Понял? Ну, вот ты задумайся о себе, ладно ли это? Тебя жир, это жир тянет. Любит покой. Немножко ляжь, приляжь, отдохни. Это злой дух гробит. Такие, как Эдиссон, Элизаров, считаем, или Леонардо да Винчи, другие. Два с полной, три часа спали всего. Самые гениальные люди. Кто такой Эдиссон? Изобретатель. Ну, изобретатель. Что же он изобрел? Лампочку. Лампочку. Может быть, Яковлев, Ладыгин другую изобрел. Радиацион лампочку изобрел. Ну, потом поищи. Изобретатель. А радио кто изобрел? Попов. Попов. Маркони. Попов это уже далеко позже. На всех аппаратах, которые работали на Мордянке, Маркони написано было. Видишь, сколько у тебя пробелов. Из-за чего проспал жизнь. Жизнь проспала. Я тебя пытаюсь как-то расшевелить, чтобы ты был другим, живым. Ты только что услышал, сразу себя на бумажку. А как это мне в жизни? Ты еще, ну, сравнение со мной, то ты молод. И ты начни об этом думать. Как это сделать? Свободное время делать нечего. Неправда. Вон лежат гвозди. Свободное время, в прошлом году я его вывалил гвозди. Выпривляй. Щурочку поставь, чтобы на щурочке колотить. Ты возьмешь сиденье сидеть, маленькую скамейку, ты ее не вынесешь, она под ногами будет. Обязательно. Потому что выносить, это поворачивать, руку к ней протягивать. Да лучше уж не надо. Как одна говорит, есть охота. Ты в холодильник уйти, как подумаю, вставать надо, а потом дверку отрывать. Да лучше не буду есть. Она ради смеха написала, у тебя это реально. И вот мы сегодня, 31 июля. А ты не знаешь, почему он называется месяц июля? В честь, наверное, этого. А? В честь императора Рима, наверное. А в честь чего это? Июль. Юлий. Юлия. А следующий август. И два месяца подряд по 31 дню. Почему? Такого нету в 12 месяцах. И это не знаешь. Ну, ты видел так вот? Луна. И полная, а потом меньше, а потом скобка. Скобка то так повернута, то так. Или ты не замечал это? Ну. Что она бывает повернута, то так. Скобка от луны. А куда стальная одевается? Скрывается. А куда она скрывается? Тень. За тень. Какую тень? А кто ей создал тень? Ну, солнце освещает именно таким образом. А от нас видится только скобка. А от нас что? Ну, скобка видится. Ну, куда остальная-то девается? Почему остальная-то не видать луну? Скобка одна. Ну, ты можешь на бумажке изобразить, чтобы понятно было? Я вам бумагу дам, а? Ну, давайте попробуем. Давай попробуем. Давай, листик бумажки мне дай, ручку, карандаш. Давай. Какой-то листик-то где-то там и есть, карандашик. Ручка. Ну, вот, в виде. Это бумага. А зачем она такая лежит? Кто-то облапал ее. Вот смотри. Давай, вот сюда посмотрим. Вот. На, нарисуй сам. Покажи, куда делась половина, когда. Так, чтобы понятно было. Любому ребенку. Да, Игнатьич, у меня в голове нету что-то пустое. Ну, давай, давай. Только щеткой, чтобы видно было. Вот мы стоим, да? Это что? Ну, это человек, который наблюдает за Луной. Ну, давай. А какую полную рисовать Луну? Все, чтобы было видно. Все скобки. Все, на одной семе, на листе на этом. И покажи, почему именно так, видать и не видать. Я не знаю. Куда девается остальная, куда? Если кто-то звезды зажигает, значит, кому-то, говорит, они нужны. Ну. Теперь рассказывай, что ты делаешь. Да я просто нарисовал, как есть. Ну, да. А это... Ну, от Солнца зависит. Ну, где Солнце зависит? Это нарисуй, чтобы было Солнце, Луна, все было ясно. Явно, что тебе не хватает чего-то. Ничего не понятно. Ни одному человеку не понять. От Солнца зависит. А может быть, от твоей головы зависит? Ну, нарисуй так, чтобы на листе было понятно, любому ребенку. Ребенок любой может понять. Когда ты сам-то не знаешь чего. И сознаться в этом не можешь. Есть такое выражение. Признание в незнание открывает путь к знанию. У меня нет видения в голове. Нету. Вот смотри теперь. Видение тебе. Вот это вот Солнце. Вот смотри. Вот это Солнце. Давай запишем. Солнце. Тебе это понятно? От него идут лучи. Да. Мы находимся вот здесь вот. Кто на нас? Напишем. Человек. А вот здесь вот. Луна. Луна, которая за 28 и 6 часов проходит свой цикл. И она возвращается на место. Вот мы где находимся. Вот смотри теперь. Это Луна. Луна. Теперь Луна всегда освещается полностью. Но так как она идет вокруг Земли, вот теперь мы ее перечеркнем. Везде. Луна. Вот эта сторона. Вот это. Солнце-то светит одинаково. Когда она тут или тут. Вот это всегда светлое. Вот она светлая. А с этой стороны-то мы ничего и не видим. Мы же вот где находимся-то. И мы ничего не видим. Теперь поместим, что человек вот здесь должен стоять. Вот где. Понял? Я это убираю. Чтобы ты понял, что она не в стороне, а вокруг человека. Человек это означает Земля. И вот она светит. Освещает полностью Луну. А мы-то отсюда что видим? Ну что? Ничего нету. Теперь она освещает полностью. А мы отсюда. Человек смотрит, что видит? Только кромочку. В каком положении? Вот она идет. То есть убывает. Буква С старый. Дальше вот здесь вот. Человек стоит здесь, а вот здесь это. Она освещает полностью. Но мы в эту сторону-то не видим. Она только пол Луны. А вот здесь вот теперь Луна. Она освещает, а мы здесь. Мы видим ее полностью. Полная Луния. Здесь тоже та же самая картина. Что мы видим? Мы видим только ту часть, которая к нам повернута. Это светлое. Она видна вот какая. Вот как она. А что означает? Если поставить Р, родилась. То есть идет на прибыль. А здесь С видим на убыль. Все. Человек в центре. Вокруг идет Земля. А все это вместе идет вокруг Солнца. Солнце светит одинаково. Всегда освещает пол Луны. Вот так как мы с разной... От нас она бывает то с той стороны, то с другой. Так мы и видим. Понятно? Маленько. Ну что, маленько-то. Вот Солнце. Вот это вот Земля. А вот это Луна, которая вокруг Земли 29 и все. Ну, Луна-то освещается Солнцем. Она сама-то не светит. И поэтому перечеркнем вот так вот. Она всегда... Вот эта сторона светлая. Где бы она ни была, вот эта-то она... Солнце-то падает. Никакой тени нету. Вот она освещает половину. Вот эта вверх всегда одинаково. Но так как мы-то находимся с этой стороны, с обратной, мы ее не видим. Все. Ну, нам-то видно как раз тень. Нам ее не видно. Мы тень-то не... Вот теперь почему? Которая освещает, она напротив. Вот здесь она наполовину нам видать. Здесь еще больше. А что? Вот она как идет. Видишь? Вот эту половинку, вот это мы и видим. Поставай букву Ре. Ре. А здесь вот она где. Какой? Вот эту освещает. Освещает. Мы видим освещенную часть. С. То есть старая, а здесь она родилась. Да. Понял? Да. А ты хотел рисовать, не понимая сам что. Тебе почему это не нравилось? Не нравилось? Почему ты не изучал это, когда маленький был, в школе учился? Тебе это не интересно было? Мне в школе что-то интересно было, что-то нет. Так, я при тебе разбирал, нет. Ты видишь, вот эта береза растет. Береза. Говори, на что она годна. Вон в окно ее видать. Рядом под окнами растет. Береза? Да. Дрова? Дрова. Дальше. Перечисляй пальцы, загибай. Дрова. Ну что там, столб сделать из нее. Ну это, да, на поделке разные. Столб из нее ты не сделаешь, он сгниет. Из березы делали, раньше писали на ней. Писали. Писали. Так. Можно ли обувь сделать? Ну да. Так. Еще что? Потом взять вот этот тоненький прутик и наказывать человека за проступки. Ну наказывать можно и без этого. Это уже, любой прут. Березу не наказывают, а берут такой, который гибкий, лоза. Лоза. Ну от березы же можно сделать? Ну, там можно из любого сделать. Нет. Береза на это не годится. Так. Плохо, что тебя не драли этой березой. Еще что? Не знаешь. Веники. Для русского человека. Даже березовый сок. Да. Дальше деготь. Да. Вот сколько у тебя пробелов. Так я на одном дереве такой беру. Серку делаю, жевать раньше. Жевательная резинка была. На обыкновенной березе. И ты сколько мог научиться. Дальше почки наставить на спирту. От того-то, от того-то. Болезни лечит. Лекарственная. Это только береза. Я вот детям делаю, листики бросаю. Клен. Бузина. Акация. Осина. И на крыльце стоим. У меня фотография есть. Дети, определите, с какого это дерева. Наконец, дети определяют. Теперь идем в лес. Найдите это дерево. Теперь по каждому дереву скажите на что оно угодно. Как развивается ребенок? В виде игры. Можно бегать по берегу моря. Ребятишки бегут за тобой. Ну, воды не касаясь. Иначе там тебя, кто не надо, схватит там, касатка или кто один. Только рукой махнул, она стоит, снимает. Я касатка в воде только закипела, и больше его не видели. Премьер-министр Австралии так погиб. Я попутно говорю. И можно им рассказывать, что такое приливы, отлив, как это связано с луной, какие глубокие впадины, что водится. Ребятишки за тобой бегают, а ты между делом им говоришь. В игре. Пошли пасти. Теперь начинаем говорить, что такое вот эта трава, когда полезно, когда во сколько, какое молоко, если будете есть, какой у него будет вкус. Ты ничего этого не знаешь. И это неправильно. А можешь узнать. Да, это ты можешь узнать. Память уже не будет так, потому что для памяти самое вредное – это блуд. Незаконная, невенчанная жизнь, разврат. Люди, которые обладали гениальной памятью и прочее, а они не были такими. То есть они сберегли в детстве себя. Понял или нет? Да. И за все это ухватись. И посмотри. Ну вот ты сейчас посмотрел, вот что у нас здесь окружает нас. Ты видишь какие-то ненужные предметы, без которых можно бы обойтись. Чтоб другим мог подсказать, сказать, а зачем это у вас? Или вот на кухне, что у них тут не так? Пол, конечно, земляной, и сверху палубное, вот это корабельное. плиты. Корабельное напоминает. Но, что ты видишь здесь? Без чего можно было обойтись, а мы тут затарились, не нужно. Да, все вроде это, на места. Тут много лет говорится, об этом говорится, и практически ничего такого нет. Но в других местах, где побудешь, ты всегда найдешь ненужные. Разные стопочки стоят, которыми бабка не пользуется. Да если тебе нужно, как это пишет в Афганистан, когда заводили войска, он лейтенант был, и спали наружу, дождь, снег, я, говорит, сразу простыл, горло схватило, дышать нечем, температура поднялась, какую-то таблетку дали, не помогает. Командир зашел, а что лежишь? Да вот такое, не годится. Опасное положение, ночью нас обстреляли. Так, налейте ему. Налил полную кружку. Так, выпить одним залпом. Я уж не говорю, что выпить. Тут понятно. Зажмурил глаза, и выпей одним залпом. Я, говорит, как глотнул дыхание, зашлось, а еще дальше. Оно, видимо, обожгло и лопнуло. Сюда есть у нас. В горле. И все. Я, говорит, встал на ноги. Вот раньше, вот сейчас есть обезболивающие. А раньше-то не было. У солдата рано, рано. В бою где-то. Ты знаешь, как обезболивали? Вот этим. С чем? Средством. Спиртом. Бузиновое масло. Доводили до кипения и вливали в рану. Чтобы не было антонового огня. Вообрази, какие муки терпел человек. Я про одного читал на севере, у него аппендикс. А вон, на станции, на льду был. Он поставил зеркало, он как врач понимал, что такое. Сам себе вскрыл живот, все отрезал, завязал и остался живой. Другой волчий капкан вставил и попал сам. Сам попал. И ничего нельзя было сделать. И не разжать ничего на морозе где-то. Он ножом отрезал ногу, перетянул сначала и дополз и остался живой. С нас этого не требуется. Однако, прочитав такое, ты для себя положи. Вот с нуля начинает. Сейчас как тебе епархия назначена, он приехал. Провозносили епископом, митрополитом. А теперь вообрази так. Тебя вот сейчас ничего нету, как ты есть, ничего нету. В новом месте выкинули где-то, в Чувашии где-то. Начинай епархию образовывать. Да ничего не будет. Пугало огородное, трухой набитое. Ничего он не сделает. Батюшка наш рассказывает через Гонконг, когда в Острове летел, священническая одежда никому ты не нужен. Там прошел буддийский монах, там лама, там ляо-зи, дяо-пи. Я гляжу, говорят, два мужика идут, русские пьяненьки, говорят, батюшка, благослови. Один вытаскивает сто долларов, он, батюшка, мы тут на заработки ездили. Ребята, это же деньги. Батюшка, бери, русскую душу видать. Вот наш генерал там, представь, генерал или маршал, там он никто. Там другое звание, другие знаки отличия. Вот я в Пакистан, и они там с Индией, кажется, когда часовые, вечером сменяют вахту, ты посмотри, как они отдают вахту. Он ногу поднимает, вот эта нога поднимается, выше головы настолько. Целый концерт устраивают, как передать, одеты специально, в Греции что-то такое есть. А нужно это? Не знаю, но это разряжает обстановку. В это время прекращается пропуск, и они меняют вахту, и поднимают ноги там, ну, это военная дисциплина. И поэтому не о суде, а сразу подумаю, а могу я так или нет. Мы приехали в Москве на Красной площади. С нами поехала Люда Янчук, жена Дьякона. Она была вот такая девчонка, она любознательная такая. Ну, стоим и смотрим, как куранты пробили сейчас, и в это время меняется, как они идут, как они, как это, ноги поднимают. Она у нас вышла, и вот из рук-то, мы держали за руки-то, и к этим пошла, идет по площади, мавзолею ноги, до того это интересно было смотреть. Вот это Людмила. То есть, ты не пойдешь на это. И маленький был, не пошел бы. Вот я тебе сколько рассказал о луне, о березах, могу рассказать о зверях, чтобы у тебя было это интересно. Виталий надо расшевелить. В первую очередь ударить по животу. А сокращай себя. Не жарься на то, чтобы зараз все съесть. Оставь на третий день. Один святой говорит, я, говорит, с узким горлышком кувшины туда накрошил сухарей. Вот сколько возьму, первый раз, говорит, хватал рук у него вытащить, как обезьяна, только пальцами где-то. Трудно было, а потом привык. А то, говорят, человеку необходимо, мы не знаем, сколько человеку необходимо. Точно. Это твой организм должен тебе подсказать. Ты дойти должен. Вот я забунтовал, как 8 часов спать, там, 7, 5, 6, там, 4, 3, и, наконец, я довел сон до 2,5 часа. Дальше, дальше я почувствовал, что изнемогает плод. У меня 2,5 часа уходил его сон. 2,5 часа. И мне это приятно говорить, приятно вспомнить. Господь помог. Но я по-малому урезал. И в течение 2 месяцев, примерно, я дошел до этого. Главная работа, это днем. Ночью я что-то слушаю, конспектирую, и в это время переплетаю или подчиняю что-то. Ну, какая работа там, что, тащай, говорит, сапоги. Что умеешь делать? Вот так надо работать. Одну девочку, которая на конкурсе пианистов, получила первую премию, кто-то подошел и говорит, какой у вас талант? Она говорит, 5% таланта у всех есть, а остальное и тыльной, говорит, стороной ладони провела по лбу. Это истина так. 5% может быть. Ты знаешь, у человека вот потенциал какой заложен? Человек сколько использует? Совсем у него. Примерно в среднем 4,5%. 4. 96% не востребовано. Это у абсолютного большинства, 90% людей. Ну, а у тебя, допустим, только полпроцента используешь. Как я тебя знаю. Я хочу тебя расшевелить, чтобы ты по-другому начал мыслить. Ты видишь, вот печка дымит, ты видел в прошлый раз. Ну, почему ты не подошел к Володе и сказал, Володя, а почему во время топки тут Галина Александровна загуляева работает, дым? Ты же видел дым. Почему ни разу не подошел, не сказал, там дым? Что делать? Видишь, заткнули. Ребятам дал указание, прочистили. Но это моя была идея, эту трубу сделать там, чтобы не прожигало. Ты сторонний везде. Везде посторонний. Вот мы сейчас лагерь полностью ликвидируем 2-го августа. Образуй отдельно, что я говорил. Ну, что? И так, чтобы Роспотребнадзор тебя не смог тронуть. Вот у меня сейчас об этом задача стоит. Я уже подготавливаю общественное мнение к этому. Ролики на эту тему выставляю, собрание провожу. Теперь, как это? Нужно закупить 2-3 дома. Это огромные деньги. Для меня это вообще не посильно. Будет сделано. Бог, мой Бог, все поможет. И будет лагерь недоступный для них. А лагеря не будет. Слова этого не будет. Просто в гости приехали. Но здесь будут занятия будут идти. Здесь будут бить колокол на обед. Пробьет колокол, а дальше каждый разбегается. Мы уйдем в катакомбы. В кавычках. А ты не думаешь нисколько об этом. Забился, как крот. Залег там, как барсук. И все. Сурок. Все на сегодня. Хватит тебе. Сейчас идем в храм. Ну вот так. Давай занимайся. Так. Надо сейчас позвониться. До Пупкова или до кого. 7-10. Ну-ка, давай мне вызовут. До Пупкова. Можешь вызвать? У меня нету. Чего нету? Связи нету. У меня минусы везде. А симки эти, омские. Ну понятно. Что, все, Игнатий Иванович? Все. Однако, все, звоню. ПапOS то, что вы знаете. Умирает. Играет по стране.